Детские и спортивные площадки, зоны отдыха, в том числе семейные, а также фудкорты. Все это и многое другое появится совсем скоро на новом участке центральной набережной Волгограде. Губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко провели выездное свещание по благоустройству и дальнейшему развитию нижней части набережной. От мемориального комплекса героям-речникам до моста через Волгу. В ходе рабочей поездки Андрей Бочаров и Владимир Марченко поставили задачу восстановить памятники и благоустроить общественные территории в историческом центре Волгограда и в прибрежной зоне. Предстоит благоустроить всю аллею героев, обновить верхнюю террасу, набережной и соединить части Нижней Бровки новым участком. Работы будут завершены к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Благоустройство нижнего яруса набережной от комплекса героям-речникам до моста через Волгу позволит сделать зону у воды многокилометровым единым комфортным пространством. Эта территория достаточно большая, обширная и сегодня мы рассматривали различные варианты, что здесь необходимо нам сделать для того, чтобы эта территория была абсолютно пригодная для эксплуатации с одной стороны, а с другой стороны была комфортная для наших жителей города-героя Волгограда. В течение этого года, следующего года мы должны окончательно определиться и приступить к работам на этом участке. Ну, это много, это более километра. Концепция развития затрагивает широкий спектр потребностей горожан и туристов, включая спортивные площадки, детские зоны, места для отдыха и фудкорты. Территория должна отвечать интересам людей всех возрастов. Андрей Бочаров поручил проработать вопросы об объектах берегоукрепления, которые в том числе не находятся на балансе города, чтобы можно было поддерживать и развивать прибрежную часть. Задача развернуть город к Волге, поставленная губернатором ранее, реализуется в нашем городе поэтапно. Уже обновлена верхняя терраса участка от сквера имени Пушкина до улицы Ковентри. Сформировано единое пространство набережной от Ворошиловского района до Краснооктябрьского. Благоустройство береговой линии будет продолжаться и дальше, на юг и на север. Этот вопрос обсуждался на совещании во время рабочего визита в город-герой Дмитрия Медведева, председателя Федерального оргкомитета по подготовке празднования Сталинградской победы, заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации.